Десятки людей пришли проститься с 14-летним Владимиром Машкиным. Люди несут цветы и венки. В поселке Дирку мальчишку знали многие и все отзываются о нем только с положительной стороны. Трагедия дала повод задуматься о важных вещах. Ведь не зря пословица говорит, что раз в году и палка стреляет. Что уж говорить о ружье, которое было оставлено взрослыми без присмотра. Осторожно обращаться, во-первых, с оружием, если оно у кого-то имеется. Ну и немножко за детьми тоже надо следить. Их правильно в русло направлять, а не так, чтобы они там оружием баловались. Дети очень хорошие, ласковые, все время здороваются, очень хороший ребенок был. Прям прелесть. Вот неосторожность, обращение с ружьем. Взрослые кидают, бросают, где попало дети, подбирают, естественно, тем более мальчишки. На брифинге в департаменте внутренних дел было заявлено, что в тот злополучный день на рыбалку пошли четверо 14-летних мальчишек. Трое из них ученики 12-й школы, один учится в 34-й школе. Один из подростков взял из сарая ружье по охотиться на уток. Был произведен один выстрел случайный из охотничьего ружья в правую сторону туловища, несовместимый с жизнью. По данному факту нами начато досудебное расследование по статье 104 Уголовного кодекса в причине смерти по неосторожности. Следствие продолжается в связи с несовершеннолетием подозреваемого. Он находится под присмотром родителей. За незаконное хранение охотничьего ружья данный граждан привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 480, то есть незаконное хранение огнестрельного ружья и наложен административный штраф в размере 20-ти месячных расчетных показателей. В то же время решается вопрос о привлечении владельца ружья к уголовной ответственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова